Добрый день! Подготовкой? Подготовкой довольно. Команда провела сборы в Кисловодске, в Анапе. На высшем уровне провели сборы по физподготовке, по технической подготовке. Было сыграно две игры со Ставрополем. Одну игру выиграли, одну проиграли. Это команда Суперлиги в нашем дивизионе играет. Ну, я думаю, что к кубку мы пришли подготовлены. Во всеоружии, так сказать. Во всеоружии, наверное, еще сложно сказать, потому что весь сезон впереди. И это будет пробный для нас сезон в том качестве на сегодняшний день, в котором команда представляет себя. Потому что очень много новичков, очень много молодых девочек из нашей младшей команды, команды Дюбла мы привлекли к основному составу. Поэтому всем будет сложно в этом сезоне. Но, я думаю, игроки должны получать достаточно опыта игрового. Практика, практика решает все. Лена Петровна, раз заговорили о новичках. Есть ли такие вот звездочки, подающие надежды? Конечно, это из нашей младшей команды. Она еще совсем маленькая. В этом сезоне мы ее будем меньше привлекать к играм. Это Ольга Петрова, также Осипова. Ну, это все девчонки молодые из Дюбла. Мирошникова, которые в прошлом сезоне себя уже сумели показать. Зепская. Ну, девчонки все из Дюбла, талантливые, у которых есть в этом году шанс ее показать и проявить. Из старожил клуба удалось всех сохранить? Всем довольны? Ну, сохранили тех девочек, которые нам жизненно необходимы. Это Сумец, это Котова. Потом взяли Настю Максимову. Я ее очень хорошо знаю по сборной России, когда я работала тренером. Вот, наверное... А, Людмила Хмелева. Ну, эти девочки, которые нужны команде, мы все сохранили. Единственный, конечно, минус на сегодняшний день, это два игрока основной пятерки травмированы, прооперированы уже девочки. Это Милана Сумец и Светлана Петрова. К сожалению, они, наверное, восстановятся только в середине сезона. И то, может быть, даже позже. Поэтому у нас самый главный минус на сегодняшний день. Причемся от баскетбола и переключимся на другие новости донского спорта. Не переключайтесь. Продолжим через пару минут. Футбольный клуб Ростов вновь не смог покорить Москву. На этот раз желто-синяя дружина с минимальным счетом уступила столичному «Спартаку». Исход поединка решил один мяч, забитый Квинси Промисом на 28-й минуте матча. Напомним, что в этой встрече у ростовчан не приняли участие Тимофей Калачев и Гангаб. В следующем туре горожане 18 сентября на своем поле примут махачкалинские анжи. Начало встречи в 19.00. В отличие от футболистов, гангболистки добились убедительной победы в выездном матче. В первой игре нового сезона донские красавицы проэкзаменовали дебютанта Суперлиги коллектив Уфа Алиса. Первый мяч в воротах хозяйской команды побывал уже на 19-й секунде матча. Забегая вперед, скажем, что на протяжении всей игры ростовчанки полностью доминировали на площадке. Уфимские спортсменки сопротивлялись как могли, но разница в классе взяла свое. Итог матча 42-15. Победа донских красавиц. Субтитры создавал DimaTorzok 20 сентября Ростов-Дон дебютирует в нынешнем сезоне на родном паркете. Начало матча с майкопским клубом «Агу-Адеив» в 15.30. Донские спортсмены с триумфом вернулись со второй летней спартакиады инвалидов. Из Чувашской республики сборная команда Ростовской области привезла урожай из 23 медалей, 8 из которых золотые. Девятое место из 53 субъектов Российской Федерации. Мне понравилась Саратовская область. Там очень серьезно относятся. Ну, Москва, а само собой, Санкт-Петербург. То есть такие мощные центры, где достаточно хорошее внимание уделяют спортсменам с поражением опорно-движительного аппарата. Больше всех наград высшей пробы наша команда завоевала в плавании. Александр Платонов умудрился выиграть медали в трех дисциплинах. Не ударили в грязь лицом спортсмены в боевых видах спорта. Причем золото в дзюдо у прекрасной половины человечества. На первый взгляд эта скромная и застенчивая девушка может дать отпор любому хулигану. Светлана Поцелуева ни разу не пожалела, что выбрала этот вид спорта. Ну, мне понравился этот вид спорта, и я сразу решила ним заняться. Такие серьезные соревнования у тебя были. Коленки тряслись, боялась? Немного, но поддержка тренера и поддержка моих друзей по команде. И все нормально. Успех донских спортсменов на всероссийском уровне не остался незамеченным областным руководством. Поздравить победителей и призеров приехал Юрий Балахнин. Я считаю, что на сегодняшний день это был такой первый опыт школы. И, так скажем, первый опыт нашего молодого директора, которому мы максимально в данном плане помогали. И обратите внимание, у нас очень много личников победителей. Первое, второе, третье место. С командным моментом, возможно, здесь какой-то был технологический просчет. Но в основном все у нас ребята приехали в личном зачете, выступили очень удачно. Юрий Викторович в неформальной обстановке за чаепитием пообщался со спортсменами. В конце встречи министр пожелал спортсменам не останавливаться на достигнутом впереди Паралимпийские игры. На дону спортсменам-инвалидам оказывается безоговорочная поддержка. В частности, в области успешно действует программа «Доступная среда». Мы продолжаем. Кубок России, этап Кубка России. Как оцениваете шансы своих подопечных? Ростов-на-Дону принимает Кубок России, первый этап. Участвуют четыре команды. Это «Самара», «Саратов», «Пенза» и «Ростов-Дон», «Южный федеральный университет» команда. Я думаю, из этой четверки самые сильные команды – это мы и вице-чемпион Суперлиги прошлого года – команда «Самары». Шансы, конечно, есть. Из этого этапа выходят две команды в следующий раунд Кубка России. Ну, конечно, я девочкам своим ставлю всегда задачу выйти дальше, в следующий этап. И я думаю, это реально, это возможно, потому что девочки готовы. Я думаю, что все будет хорошо. Не будем вас томить ожиданиями, дорогие друзья. Давайте все-таки расскажем, как выступили наши девушки на этапе Кубка России. Баскетбольный клуб «Ростов-Дон-Юфу» занял второе место в группе «Г» розыгрыша Кубка России. Наши девушки удачно стартовали в турнире. В первом матче ростовчанки разгромили Викторию Саратов – 92-49. Самым результативным игроками стали Яна Котова и Екатерина Осипова, набравшие по 15 очков. Во второй день группового турнира Кубка России «Ростов-Дон-Юфу» одержал уверенную победу над пенсинской юностью – 74-40. Самым результативным игроком в составе нашей команды стала Евгения Окснер, набравшая 21 очком. В заключительном матче первого раунда Национального кубка «Пантеры» уступили Самарскому политеху «Сан-ГТУ» со счетом 54-78 и заняли второе место в своей группе. Теперь судьба ростовчанок определится по окончании матчей в других группах. Напомним, в следующий этап турнира проходят четыре победителя групп, а также два лучших коллектива из числа занявших вторые места. Елена Петровна, вот все-таки мы заговорили о кадрах нашей команды, вообще как развивается детско-юношеский баскетбол в нашем регионе? Детско-юношеский баскетбол развивается, он есть, есть и девочки, есть и мальчики подрастают. Но, как всегда, большие трудности связаны с организацией соревнований и скорее даже такие, я назову их семейные трудности, потому что на сегодняшний день, как правило, все соревнования проводятся за счет родителей. То есть отправить ребенка, заплатить за проживание, за питание многим родителям из области это сделать сложно. Вот в данный момент у нас проводится соревнование «Золотая осень», мы уже давно их проводим, с успехом около 300 участников, как правило, в прошлом году было даже больше детей, они с радостью, с удовольствием приезжают на эти соревнования. Соревнования проходят в красном десанте под Таганрогом, но то, что я вижу на сегодняшний день, интерес к баскетболу есть, и вот благодаря Министерству спорта мы сейчас организовываем методические объединения по повышению квалификации тренера. То есть даже такое уже есть? Да, уже есть, уже выпущен приказ, вышел приказ по методобъединениям, и мы вот таким образом будем продвигать баскетбол в области. Практические моменты будут, будем ездить с игроками, показывать мастер-класс, будут тренеры ездить, читать лекции. Ну, как-то вот будем стараться. Елена Петровна, понял, кадры у вас есть, подрастающее поколение, как говорится, замена есть у команды. Давайте немного все-таки к сезону, к чемпионату. Вообще на что рассчитывает баскетбольник Упростов Дон Юфу в сезоне? Какие шансы у вашей команды? Вы знаете, на сегодняшний день я пока не могу оценить тот уровень баскетбола, который есть в Суперлиге, потому что произошли изменения и Федерации России в связи с избранием нового президента, и перетурбация внутри Федерации, изменения идут и в регламенте. Поэтому одни команды ушли в Премьер-лигу, другие команды, фарм-команды Премьер-лиги опустились в Суперлигу. Поэтому оценить уровень команд мне немножко сложно на сегодняшний день. Это нужно хотя бы, чтобы прошло половину чемпионата, чтобы видеть, какие команды, как они подготовлены и прочее. Но нам будет сложно в этом сезоне, потому что игроки очень молодые, им необходима практика, игровой опыт. Но вот у нас на сегодняшний день получился такой сплав опыта и молодости. Я думаю, что это поможет молодым игрокам проявить себя в этом сезоне, ну а более старшим игрокам помочь этим молодым стать на тот уровень, который они достигли. Клина Петровна, заговорили о новом руководстве Федерации, Андрей Кириленко возглавил Федерацию. Вообще плюсы и минусы для развития ростовского баскетбола. Видите какие-нибудь в этом? Конечно, Андрей Кириленко это личность. Поэтому, я думаю, изменения однозначно будут, потому что нужны привлечения спонсорских средств в первую очередь. Я думаю, Андрей Кириленко это сможет сделать, потому что в прошлом году, в прошлом сезоне, было непонятно по оплате судейства со стороны Федерации судям, хотя мы практически все команды взносы оплатили. Ну и, конечно, я надеюсь на то, что Андрей Геннадьевич сможет приехать в Ростов-на-Дону. У нас тоже здесь много проблем. И в первую очередь это отсутствие материально-технической базы, и детям нигде тренироваться, только общеобразовательные школы. К сожалению, нестандартных размеров залы. И у нас, команды, скажем так, основной команды области, тоже проблема номер один – это игры. Нам негде играть. Домашние игры. Именно домашние игры, потому что экспресс по занятости занимает первую строчку. И, к сожалению, мы сможем попасть в Казахстан-Экспресс только с января. Поэтому эта проблема такая, скажем так, самая наболевшая. И для меня это очень сложно и даже больно, потому что болельщик нас не сможет увидеть практически до января. Но болельщик-то любит команду. Болельщик ходит. Болельщик ходит на команду. Да, да, ходит. А куда идти? Для болельщиков места нет. Елена Петровна, баскетбольный клуб «Ростов-Дон-Юфу». Юфу какую-то поддержку оказывает вам? Конечно, конечно. Мы с прошлого года в составе Южного федерального университета, в Центре спортивной подготовки. Конечно, они оказывают и моральную, и материальную поддержку. Всегда приходят на наши игры, болеют. И студенты приходят, и руководство. Поэтому я очень рада сотрудничеству с Южным федеральным университетом. И большое спасибо ректору Боровской Марине Александровне. Елена Петровна, спасибо вам огромное. С вами так всегда приятно пообщаться. От вас всегда получаешь такой положительный заряд эмоций. Желаем вам удачи в вашем нелегком труде и побольше побед вашей команды. Спасибо большое. Спасибо. Это была программа «Спорт на Дону». Увидимся через неделю.